Друзья, у канала Параквариумистика есть страничка в инстаграм, где вы найдете много фотографий и иной информации, которая не появляется здесь на канале. Вода таит в себе множество тайн и секретов, которые человечеству еще только предстоит открыть. Разнообразие жизненных форм в воде поражает воображение и восхищает. В этом видео я хочу немного отойти от пресноводной париумистики и погрузиться в подводный мир Черного моря. Мир, в который я окунулся в буквальном смысле и познакомился ближе с ушастой медузой. Ушастая медуза Мир имеет и другое название – ушастая аурелия или просто аурелия, подразумевая род, к которому она принадлежит. Населяет прибрежные воды морей умеренного и тропического поясов, в том числе Черное и Средиземное море. У некоторых этот живой студень вызывает неприязнь, но если присмотреться и понаблюдать за ее жизнью, то невольно задаешься вопросом, как могло появиться это великолепное чудо. Ее движение в воде грациозно, а сама медуза напоминает какую-то инопланетную форму жизни на нашей планете. Хотя, по сути своей, это кишечно-полосное хищное морское животное. Кстати, считается, что медузы – одни из самых древних обитателей нашей планеты. Тело аурелии полупрозрачное, имеет оттенки от розового до фиолетового цвета. По краю купола расположены щупальцы. Перед вами маленькие особи, но встречаются намного крупнее, купол которых достигает 40 сантиметров. Щупальцы имеют специальные клетки, которые убивают или парализуют мелких животных. В центре купола легко рассмотреть так называемые гонады в виде четырех колец. По краю зонтика имеются еле заметные вырезы, их еще называют краевые тельца. Именно в них заключены основные органы чувств и глаза в том числе. А по размеру ротовых лопастей различают пол медузы. У самок лопасти значительно крупнее. Часто, как сейчас, встречаются одиночные медузы. Но так бывает не всегда. Иногда можно наткнуться на их огромное скопление. Причем эти морские существа обитают не только в прибрежных водах, но и вдали от берега. Удивительно, но аурели ушастые выдерживают значительные колебания температуры и солености воды. Поэтому ее можно встретить даже в холодных арктических морях. Плавают медузы при помощи сокращения купола. Естественно, передвигаются очень медленно и не могут противостоять морскому течению. А течение, в свою очередь, может переносить их на огромные расстояния или вовсе выкинуть на берег, где они часто погибают. Тело медуза состоит из железнообразной массы и носит название мезоглея, которая покрыта плотными клетками эпидермиса. Непрерывное сокращение купола обеспечивает не только передвижение в воде, но и создает ток воды, загоняющий в ее род зооплантон, которым они и питаются. Размножение медуз – отдельная и интереснейшая история. Как я уже сказал ранее, этот вид раздельно полый. Созревшие яйца выбрасываются через затовое отверстие самки и попадают в специальные карманы, которые называются выводковые. В этих же карманах яйца оплодотворяются сперматозоидами, которые выбрасывают в воду самцы. Самка, развивающаяся яйца, носит на своем теле до осени. После чего наружу выходят личинки или, как еще их называют, планулы. Планулы плавают в толще воды до тех пор, пока не найдут подходящий субстрат. Как правило, такой пояс занимает не более 7 суток. Помимо этого, место должно быть светлое и богатое зооплантоном. После того, как подходящее место найдено, она за несколько суток превращается в одиночный полип с четырьмя щупальцами и называется уже сцифистома. Полипы, в свою очередь, тоже размножаются, образуя дочерние организмы. Так проходит зима, а весной начинается еще одно деление, которое называется поперечное деление полипов. Одна сцифистома дает начало множеству личинок, которых принято называть эфиром. Эфиры отделяются от верхнего конца полипа и имеют звездообразную форму. В это время у них еще нет щупалец, но со временем постепенно они появляются. Так формируется новая медуза Аурелия ушастая. Говорят, в природе нет ничего лишнего, и каждое существо для чего-то необходимо. Для чего же нужны эти удивительные медузы? В первую очередь, медузы являются своеобразным биологическим фильтром. Они очищают воду, делают ее пригодной для жизни других обитателей. К тому же, они звенья пищевой цепи являются пищей для некоторых рыб и птиц. Более того, некоторых медуз употребляют в пищу. Особенно часто это встречается в странах Азии. Из них делают салаты и даже сушат и консервируют. По поведению медуз можно предсказывать приближение шторма. Перед непогодой они отплывают от берега. Ну и, конечно, медузы широко применяются в медицине. Из медуз получают вещества для различных препаратов. Более того, на основе медуз ведутся разработки лекарства от страшной болезни под названием рак. А еще многие специалисты считают, что наблюдение за медузами в аквариуме успокаивает психику. Намного лучше, чем при наблюдении за рыбками. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok